Имеется шесть одинаковых сливки и массами 1, 2, 3, 4, 5 и 6 граммов. На гидках сделаны надписи. Ну, что здесь написано 1, 2, 3, 4, 5, 6. За два взвешивания на чашечных весах без гидки выясните всей надписи правильно. Есть гидки. Известно, что вообще это действительно их веса. Но, может быть, когда делали надписи перепутали, как за два взвешивания на чашечных весах узнать о перепутали или не перепутали. Давайте я для опознавших повторяю условия. Есть шесть одинаковых сливки и массами 1, 2, 3, 4, 5 и 6 граммов. На гидках надписи 1, 2, 3, 4, 5 и 6 граммов. За два взвешивания на чашечных весах без других гидок выясните все ли надписи правильно. Какая-то, знаете, работа эксперта. Можно выяснивать, какая гидка неправильная? Нет. То есть вы даете ответ. Все надписи правильные. Или ответ. Есть неправильная надпись. Понятно, что узнать в точности, какие правильные, какие неправильные, если там есть неправильные, вряд ли получится. Вначале взвешиваем гири, на одну чашу кладем гири с надписями 1, 2, 3, а на другую гирю с надписью 6. Да. Если не получилось, то все, ошибка. Да. Пишите. 1 плюс 2 плюс 3 равно 6. Да. Да. Это разумное взвешивание. Первое взвешивание действительно такое. Дальше. Тогда здесь точно гири 1, 2, 3. Но непонятно, в каком порядке. И еще у нас есть гири 4 и 5. Да. Которые тоже непонятно, в каком порядке. Затем. Затем. Надо взвесить гири 4 плюс 3. А нет, тогда... Дальше вы не дорешали. Да. Все, садитесь. Ну, ребят, вообще, на самом деле, задача стала резко легче. Он придумал разумное мероприятие взвешивания. А может, дальше надо... Нет. А можно решить задачу? 4 и 3. Да. А с другой 2 и 5. Ну, 2 нормально напишите. Ну, если не равно, то опять уже все? Да. Так, а если равно, то что? Если равно, то значит, что 4 и 5 у нас не променялись местами. Потому что иначе вот этот чаш не перевесил. То есть вы берете из гирь 4 и 5 самую тяжелую и кладете ее направо, а из гирь 2 и 3 берете самую легкую. Так. А если поменялись и 2 и 3, и 4 плюс? Вроде бы ничего не светило. Тогда так. Если 2 и 3, то здесь будет 7. Может, 2 плюс 5, 7. Да. 7 плюс 7. 4 плюс 3, 7. Да, и это плохо. Не получилось у вас. А, можно я... Да, пожалуйста. 4 плюс 5 это равно 9. Ну, это, конечно, классно, да. Я кладу 6 плюс 3. Это тоже равно 10. Как вы отличите, что 4 и 5, а не наоборот 5 и 4? Нет, у меня я 3 грузика взял. Я знаю, куда я их положу. Также у меня осталось 4 и 5. Я их кладу на одну чашку сот, а на другую 6 и 3. Я про это вам и говорю. Да. Что если вы положили на одну чашку 4 и 5, то они неразличимы. Значит, если мы перепутали эти надписи, то вы это не узнаете. Это да. Все. Внутри здесь же не вообще не получается. Замечательно. А в задаче надо 2. 4 плюс 3. Так. Ну, а где-то можно настроить? Если... 4 плюс 3 тяжелее, чем... 5 плюс 1. 5 плюс 1. Правда, тяжелее. Но опять можно устроить. Если 4 и 5, 3 и 1 одновременно. Не понял. Если 4 и 5 и 1 и 3. Да, вот это проблема. Представьте себе, что ошибок не одна. Там, где 4 и 5 поменялись и одновременно поменялись 1 и 3. Тогда на 3 месте приборяши, что... Так. На левой полной щитая, она поклеще, чем 2. Так, 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 давайте разбираться. Значит, с участием единицы. А почему вы думаете, что это именно единица? А если бы не единица, тогда... Смотрите. Вы думаете, что у вас 4 плюс 3 больше, чем 5 плюс 1. Да? А может быть, на самом деле, там, где вы думаете, что 5, может быть, там, на самом деле, 4. А здесь, на самом деле, 2. А здесь те же самые 5 и 3. И будет тоже больше. Поняли? Наспроси перепутаны, а вы это не определили. Садитесь. Не решили задачу. 2 плюс 3 равно 5. 6 плюс 2. А если 6 плюс 1 равно 5 плюс 2. Вы вам отдали, давайте я для вас повторю задачу. Замечательная задача в Московской математической олимпиаде. Ее когда-то придумал Сергей Иванович Токарев. Есть 6 гигм, на них написаны 1, 2, 3, 4, 5, 6. Мы знаем, что действительно массы это 1, 2, 3, 4, 5, 6. Но подозреваем, что могли перепутать надпись. Требуется за 2 взвешивания на чашечных весах без дополнительного гиги узнать, перепутали или все надписи правильные. Первая идея очень хорошая. 1 плюс 2 плюс 3 равно 6. А может она не правильная? Она правильная. Я узнал решение, она правильная. И вот дальше замечательно. Это как у шахматистов. Поставить мат в один ход. Надо сделать 1 правильный ход. Да. 4 плюс 1 равно 5. 4 плюс 1 равно 5. А 3 плюс 2 равно 5. А нет, да-да-да-да, я не прав. Сейчас, 4, ваше продолжение спешу. Еще раз. 4 плюс 1 равно 5. 2 и 3 не различим. Ну вот и все. 2 и 3 нельзя различить. Не, я взяла вот эти вот 3, все и 4. А вдруг там надписи перепутаны? А что? И тем более они не равны. Не равны. Ну равны, не равны, десятое дело. Даже если бы они были равны, все равно это нельзя. Он не различает, когда он кладет все 1, 2, 3 на одну чашку, то он не различает. Что? 4 равно 6 равно 6 равно 3. 4 и 5, и 2 и 1 могут поменяться на 100 метров. Четверка меняется с пятеркой и один с двойкой. И это одновременно. Там левая часть меняется с правой. Понятно? Целиком. Не получилось. Хорошо. А представьте себе, что там где-то 2, может быть 3. Или вообще частью могут быть. Все, все. Пишем проверку. Там где у вас 2, 1 плюс 6. Так. Или 2 плюс 5. Да. 2 плюс 5. Больно? Да. Буком. 3 плюс 4, это 2 плюс 5. Все. Это приложение вашего решения. 3 и 1 могут поменяться. Да, 3 и 1, да. 3 и 1 неразличимы при вашем способе. 6 плюс 1 меньше, чем 5. 6 плюс 2. А, по-первых, это неверная разница. Потому что 5 не получится. 3, это 8, а 6 плюс 1, это 7. 7? А, ну да. А вообще-то это решение. А вообще-то он правда... Спасибо. Хорошо. Да, да, да. Он взял в левой части известную гирю 6. 6 это уже 6. Мы точно знаем, что она правильная. Если, значит, первое решение получилось. И взял самую легкую из гирь 1, 2, 3. Это оказалось меньше, чем 5 плюс 3. Представьте себе, что там, где 5, на самом деле было бы 4. Тогда было бы равенство. Но мы знаем, что 1 это 1. Здесь было бы максимум 4 плюс 3. И здесь было бы равенство. Или даже... Да, если там есть... Значит, это обязательно 5. Правильно? Но если это 5, то значит 4 мы уже знаем, как то, чего здесь не взвешивали. Все, 5 и 4 определили. Теперь можно ли сюда написать без единицы двойку? Ну, нет, потому что 8 это уже слишком много. Поняли? А если взять 6 плюс 2, то меньше, чем 5 плюс 4? А вы же в 3 берете не просто так, а 3. Вы уже знаете. После первого взвешивания у вас уже четко отделены. У вас есть отдельно 6. Отдельно у вас есть 5, 4, неизвестно кто. Понятно?